Милок, ты чё пучешь на меня? Влюбился, шо ли? А? Дуриман, как я в тебя влюбиться-то мог? Нет, бабуль, нет. Это, я-то думаю, чё нам дальше-то делать, если вы мне сейчас откажете на моё предложение. Вот я и думаю, как нам мир-то весь спасать с мелким и с Геннадием Петровичем. Вы мне ответьте на один вопрос, главное, вы-то с Леночкой Ветрянкиной мириться будете? Ну, мать как бы, дочь, ну, я не понимаю, из-за чего так сильно можно было поругаться давным-давно, то, что вы до сих пор помириться-то не можете, а? Так потому что она меня на три буквы послала. Ну, а чё? И с кем не бывает? Ну, значит, вы что-то плохое сделали, если она вас так далеко в космос на небо за звёздочки смогла послать. Ну, вот, бывает, это как бы отношения от дочери и мамы, мне кажется, у всех так, ну, почти. Мелкий меня как бы тоже каждый день на три буквы вот это посылает, но я же ничего ему не горю, я же его обратно в детдом не издаю. Мелкий, убери рогатку, это пример, чтобы её успокоить. Спрячь рогатку. Так вот, ну, может, вы всё же помиритесь, а? Ну, ладно, я у вас даже не спрашиваю, из-за чего вы там поссорились, давай, вы мне даже можете это не рассказывать. Хорошо, просто помиритесь. Ну, ладно, давай расскажу. А, да? Ну, если так можно было, давайте рассказывайте. Мне кажется, всем интересно, из-за чего посрались бабка-ёшка Селена Ветрянкиной. Ну, тогда пошли за мной. Так, пацаны, ноги в руки, руки в ноги, пятки в уши и пошли. А куда-то мы идём-то, бабуль? Ко мне, домой. Мне надо тебе кое-что показать. Бабуль, да я с ума сошёл. К вам домой бежать это минут сорок, вы же в соседней деревне-то живёте. На кой чёрт я покупал гараж и на кой чёрт я машину-то покупал? Мелкий, открывай гараж. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот моя красотка-то какая. Давно я на тебе не катался. Давайте запиндюхивайтесь внутрь. Господи, помилуй. Шо за шайтан-машина? Э, машина? Четыре колеса? Моя шина? Не шина. Машина? На бензине? Четыре колеса? Джип? Джип? Да джип! Огромная машина! Глухомань старая! Садитесь! Бен-зин! Господи, помилуй, бабуль, вы чё в средневековье застряли? Вы не знаете, чё такое машина? Вы никогда на машине не ездили, а? Я не знаю ваши шины! Ёшкины, ты глухая. Короче, просто залезайте внутрь и всё! Вот, всё, видите? Поехали! Главное, держитесь! Если вы, бабуль, никогда на машине не катались, будет трясти немного! Господи, помилуй, пощади нас! Да всё будет нормально! У меня стаж вождения 5 лет чем-то! Не разобьёмся! Не бойтесь! Всё, стопэ, дальше не пойдём! Так, всё, вылезайте давайте! Дальше на машине не проедешь, идём пешком! Всё со всеми нормально! Ой, щас тошнит! Она же первый раз на машине! Я чё-то забыл, а я так гонял на поворотах! Главное, чтобы не вырвало! Бабулька, вставайте! Надо вот это- Вдохните полной грудью! Вдохните! ЗдЬ vel! Так, сделайте! Всё, давайте! Ведите нас! Давайте, показывайте, что вы хотели-то! Всё, давайте за мной, не отставайте, самое главное! лес то тут страшный коварный помню когда я стёпу сюда первый раз привел два раза успел обосраться поэтому геннадий петрович ты тут вот это аккуратней как-то мне не по себе сейчас ее дом увидишь вообще не по себе станет красота то какая тут у нас кладбище геннадий петрович разрешите познакомиться вот и да вот это халупа на курьих ножках ну бабка ёшка же хуй вот что ты хочешь бабка ёшком ну давай бабуль показать зачем ты нас сюда-то позвала как будто у нас дел в городе мало давай быстрее давайте по центре чё реально ты нас из-за свинюхи сюда позвала вы чё селена витрянкина из-за свиньи посрались подожди она ее чё на шашлык хотела пустить а ты не хотела поэтому много лет назад из-за этого поссорили что ли из-за шашлыка ты тупой шо ли нет конечно ну так а если не за шашлыка из-за чего вы тогда поссорились здрасте антон добрый хрундель и мелкий первый раз его чтобы мелкий в обморок упал да еще геннадий петрович знакомьтесь это бывший жених моей леночки и елена витрянкина хотела выйти замуж за свинью да если бы моя дочь хотела выйти замуж за свинью то я бы то тоже с ней посрался а там ненормально сумасшедшая что ли смысле за свинью замуж то выйти а так поэтому вы посрались потому что елена витрянкина с катушек двинула до милок но ты точно тупой а я-то чудо вы меня объяснить то можете нормально иметь мягкий подъем уже в обморок шандарахнулись антон был ее женихом но он плохо к леночке относился я это узнала и превратила его пожизненно свинюху да вот это я попал боже мой заберите меня с этого дурдома подожди свинья это антон человек в прошлом ты собака в смысле свинья плохо относился к елене витрянкиной мама елена витрянкина об этом узнала превратила тебя в свинью я правильно все понял поэтому вы поссорились а еще есть свадьбу сорвала ну все стало на свои места вот сейчас мы все выяснили почему ты посралась со своей дочкой потому что ты превратила ее мужика давным-давно в свинью и держала его в будке для собаки все это время да ладно антон ты давай обратно залезай давай ты нам принципе не нужен было очень приятно с тобой познакомиться желаю удачной жизни дальше здесь все сейчас понятно почему вы поссорились но надо что-то делать селена витрянкина едрить колотить вы сегодня проснетесь или нет мелкий не как бы тебе полезно то поспать да ты все ночи подряд задротишь там в компуктера давай вставай гена подъем давай так ладно это все конечно хорошо мы выяснили но вы-то нам поможете сделать вакцину или нет я ничего не буду делать если леночка такая умная пускай сама всех людей лечит ладно пошлите давайте все все за мной хорошо это конечно все хорошо только сейчас надо какой-то план придумать чтобы елена витрянкина с бабкой ёшкой помирились потому что без бабки ёшки мы никого в этом городе вылечить даже не сможем ладно давайте садитесь давайте поехали обратно к лене витрянкиной в больничку ну бабуль леночка-то женщина хорошая ну просто я плохо ай ёк ты джмок ты же господи помируй алена ты дура ты чё на дорогу выпрыгиваешь тут даже пешеходного перехода то нет господи сердце не то что в пятки даже улетела в пупок просто приземлилась ну куда ты выпрыгиваешь то никогда не буду на ваших шинах ездить бабуль не шинах а машинах это машина называется боже вы меня с ума просто вот это сведете ты чё выпрыгиваешь на дорогу чё надо ладно пошлите точно хочет что-то показать я посидею по мне вы скоро 25 лет честно вроде как бы еще не старпёр но скоро у меня седые волосы то появится из-за того то что я каждую серию то так пугаюсь что такое там внутри что-то только не гри пожалуйста что ванчос что-то подхватил да стойте там и картошки ванчос тебя чё-то так расплющило тебе пчелы покусали а с правой рукой у тебя что попадас ванчос у нас вот это заразился красножопой ветрянки так ладно сейчас секунду маски главное нормально прижмите ванчос как твое самочувствие если не секрет вижу не очень ну самочувствие говно ну по тебе прям видно то что так и есть ладно по пошли ванчос давай медленно медленным шагом давай за нами так у нас только три места четыре места в машине аленка ты за главную остаешься следи за домом вот это прозит инфицируй себе горло вот это чтобы не заболеть все давай иди домой бабуль мы с вами не сможем поехать пожалуйста вернитесь домой сделайте вакцину я вас просто умоляю от вас зависит все что будет происходить до ближайших сериях в городе ютуберов ну пожалуйста я ничего делать не буду ладно я вам это не хотел говорить но в предыдущей серии если кто-то вдруг не видел в самом конце елена ветрянкина чихнула вот я здесь оставлю подсказку можешь нажать и посмотреть даже главный врач города заразился красножопой ветрянкой ваша дочь тоже заражена ну а чё ты молчал партизан сраный ну смысл я вам не хотел про не хотел вас расстраивать а так вот вы вы согласны вакцину сделать или нет так найдите мне того кто переболел красножопой ветрянкой у него выработался иммунитет принесите мне его волос это для зелья нужно так то есть ключ к вакцине заключается в том чтобы найти того человека который мог выздороветь от красножопой ветрянки а у нас а у нас нет таких людей в городе никто вроде еще не выздоровел ладно бабу если кого-то найдем сразу же к вам притащим все давайте идите домой если что волос мы сразу к вам принесем все давайте быстренько в машину анчос тебя к леночке нужно хотя леночка как бы тоже болеет аленка домой иди на улице опасно карантин как бы никто просто дома сидеть не хочет никто вот пока настоящий зомби апокалипсис не начнется вот так все и будут продолжать гулять на улице если до следующей серии бабка ёшка не сможет разработать вакцину до свидания город ютуберов и все кто здесь живет все ванчос давай забегай и ложись на свободную кровать леночка ветрянкина рядом с бомжарой это слава яйцам курин куриным то что бабка ёшка не знает что они скоро будут мутить а то она наверное бомжару бы в свинюху превратила ладно ванчос ты тут лежи правда тебя никто лечить не будет но если бабка ёшка успеет вот это вакцину сделать тогда она всех вылечит так михалыч вообще на полу лежит ладно вам тут удачи стёпа а ты чё не красный ты как себя чувствуешь то все нормально зашибись стёпа ты 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 чё а как ты выздоровел то тебя ж никто не лечил даже или тебя леночка лечила до того как она сама заболела само прошло у меня а вот это амунитет сильный а вот амунитет это хор выйди на улицу выходи на улицу давайте давайте выходи быстро сюда мелкий давай на улицу закрывай за собой дверь так все помнят что сказала бабка ёшка ключ от вакцины от красножопной ветрянки заключается в том чтобы кто-то выздоровел и с помощью его днк можно было создать эту вакцину так машину оставим здесь быстро ко мне домой давайте 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 быстро стёпа мне от тебя пару волосиков из башки нужно и сразу же потом их отнести к бабки ёшки пока кто-то не успел копыта отбросить от этого карантина и всего остального давай 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 стёпа быстро засандаливайся на диван мелкий ты на второй этаж найди мне ножницы быстро там у меня где-то в тумбочке ножницы есть все посиди снимай колпак вот этот снимай конус давай снимай шапку быстро давай снимай мелкий давай ножницы быстро так стёпушка тут всего лишь пару волосиков надо с башки взять разворачивайся давай ты только аккуратно я сама аккуратно стёпа так давай вот здесь немножко с левой стороны тебе подстрижем с правой стороны тебе подстрижем ну так ты не елось и ты сейчас будешь елозить я случайно чикну учета и полуха тебе отрежу ты сиди нормально на месте сиди сейчас мы тебя подравняем парикмахер едисон тебе отстрижет твои вот эти кучери ну так ты сиди на месте стёпа так чик чирик чирик чик 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 так здесь еще немножко подравняем здесь немножко подравняем да не крути ты башкой и вот так ага ну вот вылитый виндизель собирай волосы мелкий все все что упало собери надо как можно больше вакцин приготовить это мне кажется одного вот это волосика бы не хватило ладно стёпа не посмотри в зеркало счастью по точно кого-то убьет геннадий петрович давай не каркань ну чё степан ну круто же ты как будто помолодел на лет 39 примерно мне нравится я не знаю как вам постоянно пару волосиков а я в изы но мы то знаем то что надо не пару волосиков надо как можно больше вакцины твои волосы это ключ к вакцине Понимаешь, ключ от красножопной ветрянки Ты можешь всё человечество Спасти только тем, что ты лысым стал Ты герой наш, Стёпа Ты спаситель Ха тьфу на тебя Стёпа Ты хоть и лысый, но герой Запомни, ты реально выглядишь круто А давай ты себе так же сделаешь Не, я согласен, что я как бы уже зарос Но мои волосы это не ключ к вакцине А вот твои волосы могут вылечить Всё человечество Я уверен, что Ритхе понравится А если не понравится, то волосы рано или поздно Отрастут Может быть Парик, купи мне Вот вылечим всех в городе, тогда и купим Всё, мелкий, держи свои ножницы Пошли Надо пойти и как можно Скорее возвращаемся к моей машине Едем сразу же к бабке Ёшке Отдаём все волосы, мелкий, ты волосы собрал? Всё, молодец Отдаём все волосы бабке Ёшке Она варганит вакцину План вроде как есть Главное успеть, главное успеть Я очень сильно надеюсь, что бабка Ёшка Вот так быстро сможет сделать вакцину Насколько это вообще возможно Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Стойте, стойте на месте Даже не шевелись Биту спрячь, спрячь биту Я не знаю, что с ними произошло Но вот когда я смотрел Фильмы про зомби-апокалипсисы Они примерно вот так Начинались Не шевелитесь, главное, пока они нас не видят Давайте медленно будем Отходить назад Медленно, медленно Мне кажется, или они нас Заметили Не? Я знаю, Степа, что у тебя Амунитет самый сильный Но я очень сильно сомневаюсь Что этот амунитет поможет против Начала зомби-апокалипсиса Я вам предлагаю закрыться у меня дома Забаррикадирует все двери И больше никогда на улицу не выходить Господи, помилую Красножетная ветрянка Кто бы знал, что ты Убьешь все человечество И быстро закрывайтесь Все дома И на улицу не выходите даже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok